Молдфутбол.ком Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Несмотря на крупное поражение в первом матче, которое досрочно оставило за бортом Еврокубков Милсами, все же можно было ожидать, что приезд в Молдову команда из чемпионата Большой Пятерки вызовет определенный интерес у кишиневского зрителя. Тем более, что цены на билеты на игру с Сан-Татьеном начинались от 40 лей, что вполне приемлемо для матча такого уровня. Однако ажиотажа не случилось. То ли гостевые 3-0 отбили интригу, то ли сказался недостаток рекламы матча – больной темы для молдавского футбола. За два часа до матча съемочная группа Молдфутбол.ком вышла на улицы Кишинева узнать, насколько простые жители города знают о предстоящем матче. Результаты эксперимента оказались не очень впечатляющими. Из шести респондентов лишь один хорошо знал о приезде с Сан-Татьена. Еще двое мельком слышали об игре. А один из респондентов и вовсе в этот вечер собирался на матч Молдова-Андорра. Молдова-Андорра. Нет, сегодня не есть Молдова-Андорра. В 14 августе есть Молдова-Андорра. Я видел сегодня на панели. Да, но сегодня у нас есть еще одна. Сегодня у нас есть мельком из предпринимателей в Европе. Не знаю, как шериф? Нет, это было вчера. Не знаю. Мельсаме и Орхей Сан-Теттен в Франция. Не слышал? С Мельсаме и да, но в Франция нет. В этом я играю сегодня на стадион Зимбру. Не вы впресняете, как вы умеете? Да, я впресняю. Я думаю, что я играю в Молдова-Андорра. Большинство же матчей Лиги Европы, которые должны были состояться в несколько кварталах отсюда, не имело никакого представления. Мельсаме, не оба футбол. И если вы скажете, что вы виноваты как Сан-Теттен, как у Франция, не вы впресняете? Ни ничего не скажете Сан-Теттен. Да, Мельсаме, не знаю как, но больше всех позабавил вот этот болельщик со стажем. А вы знаете, какой матч играется сегодня на Зимбру? Дело все в том, что я когда-то, когда при Советском Союзе играл Нистру, я ни одного матча не пропускал. Но дело все в том, что у нас сейчас команды нету. У нас нету команды. У нас нет игроков. Мы берем откуда-то из-за границы. Мы приглашаем откуда-то из-за рубежа. За прошлый сезон они потратили на приглашение, за приглашение иностранных игроков, 230 миллионов евро. Это Анжи есть. Анжи, совершенно верно. Махачкала. Я знал старших тренеров команды Нистру. Я знал Волосных, Табачука, Карева, Игоря Надеяна. Раймонда Тамалян в 83-м году. С тем же Шалькин-Олькестерий. Я за это. Чтобы они были на равных. А знаете имена команд, которые играют сегодня вечером? Вот сегодня, честное слово, я на работе был. Подскажите, пожалуйста, буду знать. Сан-Тетьен. Сан-Тетьен? Да. Не Сан-Тетьен, а Сен-Тетьен. Это на французском. Из Франции поддержать команду приехало около сотни фанатов Сен-Тетьена. Но представителей прессы они избегали. Все как один. Мол, пардон, но в Европе среди фанатов Ультрас не принято общаться с прессой. Так что, а ревуар. Контингент французских болельщиков неожиданно увеличился еще человек до 15 за счет вот этой группы. Как оказалось, это волонтеры из Франции, которые прибыли с трехдневным визитом с благотворительной миссией в село Хародиште. И надо же, их визит в Молдову совпал с приездом Сен-Тетьена. Впрочем, особой любви к этому клубу, а может и к любому другому, они не испытывали. Мы не волнуем о Тьене. Мы французские. Мы любим Сен-Тетьен, но мы здесь, чтобы у нас хорошего матча. Не особо удалось побеседовать не только с Ультрас, но и с французскими журналистами, в коих прилетело около десяти человек. Один плохо говорил по-английски и от интервью вежливо отказался, а второго в нужный момент подвело красноречие. В итоге стадион заполнился лишь наполовину. Людей мало, а значит, мало работы и у полицейских, которые откровенно скучали до игры, отдыхая в тенечке. Впрочем, увидев направленные на них видеокамеры, каждый быстро нашел себе занятие. Надолго ли? То, что Сен-Тетьен выше классом на голову, ни для кого не секрет. Но, честно говоря, верилось, что хотя бы в домашнем матче, который особо ничего не решал, Аргеевский клуб окажет более упорное сопротивление и, может быть, даже зацепится за очко. Почему нет? Однако этого не произошло. Сен-Тетьен безгранично владел инициативой и заслуженно забил очередные три гола. Особняком, конечно, стоит гол Ромейна Амуамы. Наверняка он вошел бы в виртуальный топ лучших голов этого Евродня, если бы такой составлялся. Но имел сами временами смотрелся очень прилично и создал несколько не просто опасных моментов, а голевых. В некоторых из них мяч лишь чудом не залетел в ворота французов. Забей, подопечная Штефана Стойке, хоть один гол Сен-Тетьену. Очевидный после жеребьевки вылет из Лиги Европы от французов был бы, конечно, намного более достойным. Но и так сложно упрекнуть в чем-то молдавскую команду, которой выпало играть с клубом из одного из сильнейших европейских чемпионатов. После финального свистка Штефан Стойка долго не покидал поле, будто специально ища повод задержаться на футбольном газоне и продлить тем самым последние секунды своей причастности к этому футбольному празднику. Что же, его можно понять. До следующего европейского приключения ждать как минимум целый год. И это при условии, что Милсами войдет в четверку счастливчиков, которые завоюют путевку в Еврокубке. А по мнению экспертов, претендентов на евроместа в этом сезоне аж шесть. Что же, впереди интересный и захватывающий чемпионат. Продолжение следует...